Мало что так же освежает, как мороженое. Неплохо, но если верить фанатам радионостальжи, никакое сегодняшнее мороженое не сравнится с тем самым советским. Да и трава была зеленее, к тому же страна имела такое мировое влияние, что все вокруг нас либо боялись, либо уважали. Но вот парадокс, раз Советский Союз был таким влиятельным и уважаемым, то почему другие страны, которые входили в политическую орбиту его влияния, нисколько не ностальгируют по тем славным временам, и никаким мороженым их уже не заманить обратно. В этом выпуске мы вспомним или впервые для себя узнаем, как Советский Союз заставлял восточноевропейские страны с собой дружить, на чем держалась такая токсичная дружба, а главное, как странам-сателлитам Советского Союза, таким, как Польша, Венгрия и Чехословакия удалось высвободиться из удушающих объятий Кремля и обрести независимость. Но сперва о настоящей дружбе, о нашей с вами, разумеется. Такой дружбе, когда не нужно просить вас поставить лайк этому ролику или подписаться на канал, ведь вы и так все прекрасно знаете. А уж про способы поддержки и говорить лишний раз не стоит. Зачем говорить? Ведь вся информация есть в описании. Там же есть и ссылки на мои соцсети. Но вернемся к другим соцсетям, социалистическим. И прежде чем говорить о конкретных странах, важно понимать, как восточная часть Европы в середине 20 века оказалась в системе влияния Советского Союза. После поражения нацистской Германии во Второй мировой войне союзники по антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритания принялись выстраивать новый миропорядок. Точнее, союзники еще до победы начали очерчивать новые правила и границы на конференциях в Тегеране в 43-м, а также на Ялтинской и Поздамской конференциях в 45-м. Так лидеры трех стран признавали и закрепляли новое соотношение сил на политической карте. Учитывая роль и колоссальные потери, которые понес Советский Союз в годы войны, США и Великобритания шли на немалые уступки перед Сталином. Восточная Европа и страны Балтии фактически отдавались под контроль Советскому Союзу. К тому же на этих территориях уже располагалась Красная Армия, что не могло не учитываться при разделе сфер влияния между тогдашними союзниками по коалиции. Впрочем, такому военному союзу не суждено было долго существовать. Идеологические противоречия между СССР и Западом снова выйдут на передний план. В 1946 году Уинстон Черчилль своей фултонской речью знаменует начало Холодной войны. Между капиталистическим Западом во главе с Соединенными Штатами и социалистическим блоком во главе с Советским Союзом опустится железный занавес. И пока две сверхдержавы будут оспаривать между собой мировое господство, европейские страны, оказавшиеся к востоку от железного занавеса, каждый по-своему будет проходить историческое испытание советской оккупации. Именно с нападения на Польшу 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Вермахт вторгся на территорию страны. Польская армия оказывала упорное сопротивление, но была явно не готова противостоять мощи вермахта. К тому же 17 сентября с востока в Польшу вторглась Красная армия и оккупировала восточную часть страны в рамках договоренности между Сталином и Гитлером. Два диктатора поделили между собой территории. Польша, как государство, на несколько лет исчезла с политической карты. Хотя польское правительство, бежавшее в Великобританию, продолжило работу в качестве правительства в изгнании. Также поляки организовали одно из крупнейших подпольных военных формирований времен Второй мировой – армию Краева. Польские патриоты мечтали вернуть страну на карту. Так в конечном счете и произошло. Но все же окончательное слово в судьбе послевоенной Польши было за Сталиным. И тогдашние западные союзники, по сути, приняли его условия. Оккупированные в 1939 году восточные территории Польши остались в составе СССР. И что не менее важно, Сталин понял, что Запад не будет мешать ему проводить спецоперацию по советизации Польши. Союзники по антигитлеровской коалиции договорились, что в новообразованной Польше должны состояться демократические парламентские выборы. Но это все на бумаге. Мы с вами в 21 веке отлично знаем, что такое выборы без выбора. Когда власть преследует оппозицию, устраняет политических конкурентов, фальсифицирует выборы на всех этапах. Кремль, опираясь на советскую армию и спецслужбы, контролировал подготовку и ход выборов в парламент, которые состоялись в 1947 году. Не важно, как проголосовали, важно, как подсчитали. Эту фразу приписывают Сталину, хоть и ошибочно, но и действовал он именно так. На несвободных и фальсифицированных выборах 80% голосов получил демократический блок. И пусть вас не смущает слово демократический, в тот блок входили подконтрольные Кремлю коммунисты Польской рабочей партии и социалисты Польской социалистической партии. Фундамент под советизацию Польши был заложен. Через год партии объединятся в Польскую объединенную рабочую партию, которая будет править в Польше вплоть до конца 80-х. В 1952 году была принята новая Конституция. Страна стала называться Польская Народная Республика. Разумеется, такой политический режим, да еще и под присмотром из Москвы, не мог быть эффективным. Экономическая стагнация, дефицит товаров, ограничение гражданских прав и свобод, коррупция, никакого экономического чуда в Польше, как и в остальных странах соцлагеря, не произошло. Болеслав Берут, Владислав Гамулка, Эдвард Герек. Первые секретари ЦК правящие партии сменяли друг друга, а проблемы оставались. При этом польский народ всегда старался отстаивать свои политические и гражданские права, в том числе участвуя в протестах, таких как Познанское восстание 1956 года, забастовки и акции протеста декабря 70-го января 1971, студенческие волнения и голодные марши 1981 года. Власти жестко подавляли протесты. Во время Познанского восстания было убито 70 человек. 42 человека погибли во время протестов 70-го года. Польский народ не желал безропотно подчиняться тоталитаризму. Протестующие часто добивались выполнения политических и экономических требований со стороны властей. И с каждым новым циклом протестов рос и уровень организации рабочих и гражданских движений сопротивления. В 1981 году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм «Человек из железа» польского режиссера Анджея Вайды о событиях в коммунистической Польше, охваченной забастовочным движением. В фильме были использованы документальные кадры забастовок на Гданской судоверхе. А в эпизодах в роли самих себя снялись основатели движения «Солидарность» Лех Валенца и Анна Валентинович. Именно профсоюзное движение «Солидарность» станет воплощением гражданского общества, движущей силы сопротивления в коммунистической Польше. Спустя месяц с момента подачи регистрации профсоюз насчитывал уже более 8 миллионов членов. «Солидарность» – один из самых значимых феноменов времен Польской Народной Республики. В 1981 возглавивший Польшу генерал армии Войцех Ярузельский на фоне протестов «Солидарности» вводит в стране военное положение. Были закрыты границы, запрещены профсоюзы и забастовки. СМИ полностью были подчинены властям. В ходе репрессий до 10 тысяч человек были арестованы и интернированы. Погибли десятки. «Солидарность» и оппозиция были загнаны в подполье. Военное положение, продлившееся более полутора лет, на какое-то время укрепило режим Польской Объединенной Рабочей Партии. Но в конечном итоге она не смогла сломить народное сопротивление. Даже внутри партии начали понимать, что система нуждается в реальных переменах. Только после определенного времени мы начали отдавать себе отчет, что нельзя изменить экономическую систему без изменения системы политической, что нельзя создавать современную рыночную экономику, оставляя анахроничную политическую систему, основанную на руководящей роли одной партии. Мариан Ожиховский, секретарь ЦК ПОРП. Горобачевская перестройка, визиты в Польшу Папы Римского Иоанна Павла II, возвращение солидарности из-под поля, новая волна забастовок. Все это и не только привело к тому, что власти официально предложили оппозиции провести круглый стол, который начал работу в феврале 1989 года. Правительство и оппозиция договорились о проведении выборов Сейм, парламент с участием оппозиции, легализации профсоюза солидарность и проведении политических реформ. Полная трансформация политического строя заняла еще пару лет. Но именно с Польши начались так называемые пархатные революции в странах соцлагеря в Центральной и Восточной Европе. Интересно, что столица Польши – Варшава – закрепилась в названии Военного союза стран соцблока – организации Варшавского договора. Она создавалась как ответ на военно-политический альянс Запада – НАТО. Когда Западная Германия стала членом НАТО, в том же 1955 году в Варшаве был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР, ГДР, Польшей, Болгарией, Румынией, Венгрией, Чехословакией и Албанией. Но что такое дружба и сотрудничество, когда страны-сателлиты вынуждены во всем слушаться Кремль? Одной из главных задач организации Варшавского договора была поддержка марионеточных режимов в этих странах. И первую крупную кровавую операцию войска ОВД провели уже через год после подписания договора. Операцию, жертвами которой стали около 3000 человек. И случилось это в Венгрии. Это памятник Иосифу Сталину, открытый в 1951 году. А это сапоги Сталина, то, что осталось от памятника пять лет спустя. 1956 год, год 20-го съезда КПСС, на котором развенчивался культ личности советского вождя. Но голова Сталина покатилась по мостовой не потому, что так велел съезд. Этот памятник был установлен в столице Венгрии, Будапеште, а разрушен протестующими во время знаменитого венгерского восстания. В посткоммунистической Венгрии события 1956 года называют Венгерской революцией. И действительно, 20-й съезд давал надежды, что оттепель может прокатиться по всем странам соцлагеря. В оккупированной советскими войсками Венгрии тоже многие об этом мечтали. К тому же, под боком был показательный пример с Австрией, которая 10 лет была поделена на зоны оккупации между СССР, США, Великобританией и Францией. И в 1955 году военные этих стран покинули территорию Австрии. Разумеется, что и в Венгрии, которая в послевоенные годы настрадалась от репрессий, матьиша Ракуши – это такой венгерский Сталин. Так вот, и в Венгрии многим хотелось, чтобы их страна была свободной и независимой в принятии политических и экономических решений. Тут важно отметить, что после войны Венгрия, воевавшая на стороне нацистской Германии, оказалась в зоне оккупации СССР. По соглашению союзников по антигитлеровской коалиции, сами Венгрии должны были решать свою судьбу на парламентских выборах. Но с началом Холодной войны Советы все меньше заигрывали демократию. Используя советское военное присутствие и работу спецслужб, Москва беззастенчиво проталкивала в органы власти своих ставленников, попутно избавляясь от оппозиции и фальсифицируя выборы. Поэтому к событиям венгерского восстания население страны уже вдоволь испытало на себе все прелести просталинского режима. Революция в Венгрии начиналась в октябре со студенческих демонстраций с требованием гражданских прав, свободы выборов, политических реформ. За несколько дней все переросло в многотысячное восстание, где протестующие захватывали, например, дом радио, промышленные объекты, административные здания. И местные власти, наместники Кремля, уже не могли контролировать ситуацию. Многим казалось, что революция уже победила. Но в Москве думали по-другому. Там решили подавить восстание военными силами, не церемонии с протестующими. В начале ноября была проведена операция «Вихрь». Армия вторжения насчитывала около 60 тысяч человек. Это и танковые, и стрелковые, и даже авиадивизии. Повстанцам было сложно противостоять такой вооруженной силе. Восстание было жестоко подавлено. С благословения Кремля генсеком новой правящей партии становится Яныш Кадр, который в дни восстания находился с Москвой на связи. В отношении восставших еще несколько лет применялись массовые репрессии. Несколько сот человек, включая примкнувшего к революции бывшего премьер-министра Имрия Надя, были казнены. Из страны бежали около 200 тысяч человек, много образованных и молодых людей. В Западной Европе их хорошо приняли. Казалось бы, оставшемуся венгерскому населению была уготована судьба пребывать в состоянии реакции и страха. Чего еще ожидать от правителя, который пошел на сделку с Кремлем и выступил за кровавое подавление восстания. И тут надо сказать, что Яныш Кадр был у руля страны больше 30 лет, практически до конца существования Венгерской Народной Республики. Важным событием в жизни страны стало принятие плана реформ под названием «Новый экономический механизм». По сути, это был отказ от советской системы планирования экономики, отказ от фиксирования цен на многие виды товаров и услуг. Между предприятиями создавались рыночные отношения, активно велась внешняя торговля, в том числе с Западом. Благодаря этим радикальным, нетипичным для стран восточного блока реформам, Венгрия смотрелась куда выигрышнее и благополучнее. Страну прозвали «самым веселым бараком» соцлагеря, а режим, в шутку, называли «гуляшным коммунизмом». Кстати, Яныш Кадр сложил в себя полномочия генсека в 88-м году, а умер в 89-м. В том же году закончилась и однопартийная Венгерская Народная Республика. На смену ей пришла многопартийная парламентская республика. Переход был мирным, согласованным. К тому времени в элитах оформилось понимание, что экономика и общество должны быть преобразованы по модели развитых либеральных демократий. Противостоять переменам никто не стал. 23 октября были приняты поправки в Конституцию. Коммунистическая эпоха Венгрии осталась позади. Кстати, чуть ранее, 16 июня 89-го года, в день, когда с почестями были перезахоронены останки казненного им Ренадя и его соратников, Во время церемонии громко и дерзко прозвучал лозунг «Русские домой». Дерзко, потому что организация стран Варшавского договора еще существовала, а в стране еще находилась часть советских войск. Имя этого молодого политика, озвучившего этот лозунг, сразу попало на полосы газет. Это был глава небольшой либерально-демократической группы Фидес. Звали его Виктор Орбан. Сегодня Фидес – это уже правоконсервативная правящая партия, а ее лидер Орбан непрерывно занимает должность премьер-министра с 2010 года. Многие не без основания обвиняют Орбана в узурпации власти. Впрочем, не будем отвлекаться, ведь в данном ролике мы говорим про прошлое, и на очереди у нас Чехословакия. В соответствии с договоренностью начался вывод советских войск из Чехословакии. Первый эшелон пришел в Горький. Почти 22 года это воинское соединение было в Чехословакии, и вот сейчас возвращается в Московский военный округ. Советские войска, которые находились на территории Чехословакии 22 года, вторглись туда, чтобы не допустить реформы под руководством главы Компартии страны Александра Дубчика. Так Москва ответила на попытки коммунистической партии Чехословакии КАЙПЧ построить социализм с человеческим лицом. Пражская весна предполагала ослабление цензуры, свободу передвижений и демонстраций, политический плюрализм и экономические реформы. Пражская весна символизировала надежду на пробуждение жизни в стране. Жители Чехословакии с большим оптимизмом приняли план реформ Дубчика. Неудивительно, ведь к 1968 году они уже успели на себе прочувствовать душные объятия дружественного СССР. И на это потребовалось чуть больше 20 лет. После Второй мировой войны коммунисты захватывали власть в Чехословакии постепенно. Еще свежи были в памяти и Мюнхенский сговор, и унижение во время немецкой оккупации. К тому же многие действительно видели в СССР союзников. На первых послевоенных парламентских выборах в 1946 году коммунисты победили, набрав 38% голосов. Следующие свободные выборы в Чехословакии состоятся лишь спустя 44 года. Два года хватило коммунистам Чехословакия, чтобы установить в стране неприкрытый коммунистический режим. Не без поддержки Москвы, разумеется. Кстати, именно после консультации со Сталином в 1947 году правительство Чехословакии отказалось от плана Маршала, американской программы помощи Европе после Второй мировой войны. Кроме того, в стране активно орудовали спецслужбисты КГБ. Чехословакия постепенно погружалась в сферу влияния Советов. В 1948 году произошел февральский госпереворот. Коммунисты воспользовались политическим кризисом в коалиционном правительстве. 21 февраля состоялся многотысячный митинг на Старомесской площади. Позже массовая стачка в поддержку коммунистов, в которой участвовало свыше 2,5 миллионов человек. Кроме того, на улицах Праги появились вооруженные отряды Компартии. И тогдашний президент Эдвард Бениш под давлением демонстрантов и коммунистов в правительстве сформировал новый, почти полностью подконтрольный коммунистам кабинет министров. Демократия в Чехословакии закончилась, толком не начавшись. В стране был установлен коммунистический режим со всеми вытекающими. Пост президента занял лидер Компартии Чехословакии Клемент Готвальд. Будучи поклонником Сталина, он ужесточил репрессивную политику, избавлялся от политических оппонентов. Казни, трудовые лагеря, тюрьмы – так укреплялась победа коммунистов. Также, по примеру Сталина, Готвальд не забывал проводить чистки и внутри Компартии. В стране резко возросла роль МВД и спецслужб. Готвальд был настолько фанатом Сталина, что буквально за ним отправился на тот свет спустя два дня после похорон советского вождя и тирана, на которых он присутствовал и официально простудился. Долгое время государственной тайной оставалось, что у Готвальда был сифилис. Врачи говорили, что ему нельзя путешествовать самолетом. Мол, это для него очень опасно, поскольку у него была больная аорта. Но он полетел на погребение, вернулся и 14 марта умер. Ян Рыхлик – историк. В 60-м году руководство КПЧ заявило об окончательном построении социализма. Президентом страны и первым секретарем партии был тогда Антонин Новотный. Страна была переименована в Чехословацкую социалистическую республику. Руководство страны продолжало косплеить советы. Там тоже была отепель, развенчание культа личности Сталина и амнистия политзаключенных. Как и в СССР, отепель не привела к политической весне. Многие процессы сознательно затягивались. Автократический стиль управления сохранялся. Экономические реформы носили половинчатый характер. Реальных политических прав и свобод граждане так и не получили. Вся эта непоследовательность привела к возникновению оппозиции внутри самой партии. И в начале 68-го года первым секретарем ЦК КПЧ стал Александр Дубчик и ознаменовал собой начало той самой пражской весны. Весны, которые так ждали граждане Чехословакии, но не могли себе позволить в Кремле. Социализм с человеческим лицом нет уж. Берите, какой есть. Ввод войск стран Варшавского договора во главе с СССР произошел в августе 1968 года. В операции «Дунай» участвовало около 400 тысяч солдат и около 6 тысяч танков и другой бронетехники. Это была крупнейшая военная операция в Европе после Второй мировой войны. По данным Чешского института изучения тоталитарных режимов, среди граждан Чехословакии было 108 убитых и более 500 тяжелораненых. Пражская весна с ее реформами и надеждами была подавлена советскими танками на корню. 25 августа на Красную площадь вышло 7 человек. Они развернули плакаты с лозунгами «Мы теряем лучших друзей», «Позор оккупантам», «Руки прочь от ЧССР», «За вашу и нашу свободу». Демонстранты были осуждены на тюремные сроки или отправлены в психиатрические лечебницы. В ноябре 1968 года в знак протеста против ввода войск в Чехословакию, а также против положения, занимаемого Украиной в составе СССР, рабочий Василий Макух совершил акт самосожжения на Крещатике в Киеве. В самой Чехословакии сторонников Пражской весны преследовали заинокомыслие. Многие лишились работы, стали невыездными или получили тюремные сроки. Александр Дубчик постепенно был смещен с постов и до пенсии работал в системе лесного хозяйства в Братиславе. По логике советской номенклатуры, после подавления Пражской весны в стране наступил период нормализации. Москва вернула контроль над КПЧ, а также, как предполагалось, над политической, экономической и культурной жизнью страны. С годами недовольство граждан Чехословакии лишь нарастало. В январе 1977 года на свет появилась «Хартия-77» – публичный программный документ, который сначала подписали 242 человека. Среди подписантов были деятели культуры, науки, священники, которые критиковали правительство страны за нарушения как своей же Конституции, так и подписанных в Хельсинки соглашений по правам человека. Авторы этого документа подвергались репрессиям со стороны властей. Так, чешский философ Ян Паточка, один из первых подписавших «Хартию», был арестован и умер в результате жестоких допросов. Также среди первых подписантов был драматург Пацлав Гавил, который впоследствии станет последним президентом Чехословакии и первым президентом Чехии. Случится это в 1989 году в результате бархатной революции, когда на улицы начнут массово выходить жители Чехословакии, требуя положить конец коммунистическому режиму. Конечно, тому способствовала и Горбачевская перестройка, и положительные примеры в других странах соцлагеря, и общий кризис социалистической системы. Все же это так показательно. Ни в Чехословакии, ни в других странах Восточной Европы люди не вышли массово защищать действующие режимы, потому что эти режимы десятилетиями опирались на советское оружие. Так почему же в странах бывшего соцлагеря мало кто тоскует по вкусному мороженому? Может быть потому, что там сыты по горло кремлевской диетой? У нашей страны, как правоприемницы СССР, был отличный шанс, чтобы попытаться сгладить ошибки прошлого. Но очередной невзрачный советский КГБшник полез к соседям учить их правильно жить, развязав бессмысленную и позорную для России войну. На ошибках история учится. Это ждет будущие поколения. А нам, если повезет, эти ошибки предстоит еще долго исправлять. Субтитры создавал DimaTorzok